Друзья, всем привет! С вами Маша Соколова, и сегодня будет, пожалуй, очень необычный выпуск, такой, знаете, мини-фильм, собственно, о моей биографии, своеобразной истории успеха. Дело в том, что очень часто мои подписчики спрашивают о том, как вообще я оказалась в той точке, в которой нахожусь сейчас, как я стала там чемпионкой, как я стала фитнес-тренером. И, собственно, я очень редко об этом рассказывала, прям вот так в полной мере, и поэтому сегодня мы находимся в моем родном городе, в городе Череповец. Я вам расскажу вообще, с чего все начиналось, и прямо сейчас я нахожусь перед своей школой, где я не была 4 года, закончила школу уже порядка 7 лет назад. Мы сюда приехали посмотреть вообще, как здесь обстоят дела, даже поговорить с моими учителями. Есть цель поделиться некой мотивацией и показать вам, что на самом деле абсолютно все в жизни возможно. И не обязательно быть там из хорошей семьи или иметь какие-то суперталанты. Нужно просто упорно работать, и, собственно, вы добьетесь своего. Но именно поэтому сегодня мы здесь для того, чтобы показать вам, как вообще все строилось. Поэтому пойдемте в школу. Училась, кстати, я очень хорошо. Я была прям лютой такой, знаете, ботаничкой, отличницей. У меня, по-моему, была всего одна четверка в аттестате, потому что мне казалось, что моя главная цель это поступить в университет, что, в общем-то, я успешно сделала. Но началось все, собственно, вот с этого здания замечательного, где я получала большое количество знаний, и мне это очень нравилось. Но, собственно, сейчас красноречиво обо всем этом расскажут, я думаю, что мои учителя. Виктория Владимировна, учительница физкультуры, между прочим. Вы следите за моей деятельностью? Конечно. Знаете, да, что я делаю? Смотрим в интернете. Вот, между прочим, уроки физкультуры я прогуливала. Но сейчас ты исправилась. Да, после этого стало... Тебе желание появилось уже позже. Да, стала и чемпионкой России, и чемпионкой Европы. Но она вроде физкультуры не ходила, и лыжи не напитила, просто терпеть не могла. Но, тем не менее, справилась. Но, тем не менее, все получилось у тебя. Итак, ребята, мы находимся на стадионе моей школы. И, знаете, на самом деле, очень приятно вернуться домой. Я достаточно редко езжу, но, тем не менее, Череповец довольно провинциальный город, где, в общем-то, ситуация обстоит не лучшим образом. Но очень приятно мне вернуться сюда и увидеть, что на территории школы построили классный стадион. Он еще в разработке. Но, тем не менее, посмотрите на это. Это, на самом деле, очень клево. Потому что в момент, когда я занималась здесь физерой, стадион выглядел вот так. То есть, это были прямо руины. И мы вот здесь наматывали круги, просто бесконечно бегали-бегали. Бегать я тоже ненавидела, как, собственно, и вообще любую физическую активность. На удивление. Я играла более-менее во всякие типа игры, там, баскетбол, волейбол, но каждый раз ты заканчиваешь либо сломанным пальцем, либо ушибом и так далее. И первый раз, прям конкретно со спортом, я познакомилась. Мне было лет 14, наверное. До этого у меня были всякие разные там танцы, гимнастика, что только не было. И в 14 лет, первый раз жизни, я попала в фитнес-клуб. Это был вот такой вот маленький клуб, где был просто зал групповых программ, буквально 3 на 3. И там я первый раз вообще вдохновилась, в принципе, идеей фитнеса. На тот момент это был еще прям шейпинг-клуб. Вот оттуда начался путь групповых программ и уже дорога в спорт. Но об этом чуть позже. Здесь у меня была линейка в первом классе, в этом внутреннем дворе. Было это 17 лет назад. Какая прелесть, звонок с урока. Дрог. Удачи тебе и все. Спасибо. Как оказывается, много ребят, но я знаю, чем тут все. Коридор, по которому я ходила очень-очень много лет подряд, потому что прямо вот здесь находится мой класс, собственно. Ну что, собственно, мое место за партой. Мой класс родной. Я училась в физмате, училась достаточно хорошо. Мне очень нравилась математика, геометрия, всеточные науки. Точнее как, папе они нравились. И чтобы нравиться папе, мне тоже они нравились, и у меня это все благополучно получалось. Я очень хорошо сдала экзамены, там участвовала в всяких олимпиадах. Короче, училась я классно. Поступила после этого в технический вуз, закончила его с красным дипломом. После этого позвонила папе, сказала, красный диплом с химической сделала, что дальше делать? Куда идти? На самом деле не знала, куда идти учиться. И пошла учиться уже, получая второе образование, собственно, в сфере физической культуры. И стала тренером. Но, тем не менее, все начиналось, собственно, отсюда. Вот. Очень классные были вообще мне даны навыки и какие-то социальные навыки взаимодействия, потому что у нас был очень классный коллектив дружных ребят. Собственно, вот наш класс, это наши выпускные фотографии. Был он, в общем-то, небольшой, но достаточно дружный. У нас был очень классный душевный выпускной. Блин, все, на самом деле, классные ребята. У нас все поступили в хорошие университеты. Ну, у нас выбора-то особо не было. Нас дрючили так, что вообще-то мамы не горюй. Особенно наш классный руководитель, это замечательный, который как бы всем вовремя давала нагоняй. Дисциплина у нас в классе была жесткая. И, на самом деле, я думаю, что вообще, в принципе, вот как таковой успех по жизни ко мне пришел благодаря даже вот этим задаткам, потому что, ну, типа, не было места ленья, не было места какой-то вот распущенности. Все было всегда четко, по графику, по плану. Все чувствовали определенную ответственность, поэтому мне кажется, что все вообще во взрослую жизнь вышли с этими навыками и добились, собственно, очень хороших результатов. Наталья Васильевна Вихаревна, моя замечательная учительница по литературе и русскому языку. Вот, кстати, вас, честно, даже не смотря на то, что Леонидина слышит, чаще всего вспоминаю вас. Потому что у нас была очень классная, забавная история. Я в уже старшей школе, когда там у нас начались вот эти истории с тем, что мы читали современную литературу, я очень много читала, всегда. И так как я успевала прочитывать за лето то, что задавала Наталья Васильевна, я читала на уроках литературы свои какие-то книжки. Помните это, нет? Помню. Сидела, значит, учебником литературы, у меня была моя какая-то книжка, и весь Наталья Васильевна сзади ко мне так подкралась и говорила, Соколова! Что ты там читаешь? Умири! Вот, и я прятала книжку, обиженная сидела, потом в конце урока она меня к себе звала и говорит, ладно, показывай, что ты там читаешь, хорошая, ладно, давай мне дочитаешь, я тоже потом прочту. Вот, поэтому классный был период жизни. Вот, а вы за мои деятельности следите? Нет, Маша, не так подробно слежу. К сожалению, я не так активна в социальных сетях. Стала блогером, рассказываю теперь что да как. Как подрастающее поколение, я за него сильно переживаю. Подрастающее поколение, как и было, так и есть. Все такие же дети. Да? Да. Короче, ребята, самый главный вывод, который я хотела, чтобы вы сделали, увидев вот все это в школе, что на самом деле ничего сверхъестественного в моей жизни не было. То есть это была обычная среднеобразовательная школа, обычные совершенно учителя. Просто какое-то желание к знаниям, к борьбе, к упорству, к работе привели меня туда, где я есть. Поэтому главное не опускать руки и верить в то, что абсолютно любая мечта в вашей жизни достижена. Ну что, вот она, вот она моя сеструха, родная Лерочка. Так сложилось, что в нашей семье вообще нет спортсменов максимально, но что я ушла в спорт, что она. Вот посмотрите, пожалуйста, на эту красотку. Что ты делаешь? Я танцую в группе поддержки Марина. Вот, она занимается чирлизингом, делает вот так красиво ногами. Ты так умеешь ногу поднимать? Да. Ни хрена себе, я так не умею. Короче, мы приехали к ней на игру. Так попало, что я прилетела у нее сегодня. Выступление, кто играет сегодня? Сверсталь Йокерит. И она сегодня будет красиво там вот с помпонами все это делать. И на самом деле очень круто, что у нас есть возможность посмотреть на закулисье. Мы приехали за час до матча, и она там покажет, что как, там все красиво. Я вообще ее в детстве ненавидела. Думаю, что это сам ужасный человек. Хотела, чтобы она поскорее от меня уехала. Но сейчас, понимаешь, это самый родной и близкий человек. Ты красивая, талантливая, любителька. Я скажу, что я очень ее люблю, и я горжусь ей. Я сейчас заплачу. Я никогда не стояла на коньках и на льду. Если вы хотите, чтобы я оказалась на льду, обязательно поставьте лайк. Если мы наберем 5000 лайков, то я что-нибудь попробую тоже сделать на льду. Вот такое не обещаю. Кто-кто знает. На самом деле, каждый раз приезжаю в Новый Город. Мне пишут подписчики, типа, устрой сходку, сделай встречу. Я даже делала сходку однажды в Баку, в Азербайджане, казалось бы. Там пришло так много ребят, которые хотели со мной пообщаться. А мне приятно, там, блин, сфоткаться, просто посмотреть на подписчиков, которые смотрят за мной, за моей деятельностью. Это прям классно. А когда ты приезжаешь в свой родной город, где ты прожил всю жизнь, и с тобой просто на улицах фоткаются... Ну, ребята, это просто чума, блин. Я вижу девчонок. Такие красивые. Привет, привет. Вела в Киевце, я учила, закончила школу. А какую школу? Тридцатьчетвёртую. Сегодня ездила туда, снимала даже иду, встречалась с учителями. Привет, ребята, идите обниматься. Привет, привет, привет. Привет. Как дела? Хорошо. Очень рада я вас всех видеть. Спасибо, что пришли. Я пошла. Я пошла. Всегда мечтала с тобой встретиться. Ой, вот я здесь, видишь, мечты сбываются. Доброе утро. Утро второго дня. Мы поспали целых семь часов. Сил полно. Просто, просто готова завоевать этот мир. Ну нет, на самом деле всё клёво. Замечательная опять погода, светит солнышко, и мы сейчас отправляемся за город. Моя бабулечка, которая не знает о том, что я приеду. Я приеду ещё потом, не переживай. Да-да-да. Ты какой, Лера, нужен у нас? Когда выпустилась? Два года назад. Ну, а два года тебя не было. Долго. Долго. И для неё это будет большим сюрпризом. Я надеюсь, что мы сможем заснять всю её реакцию, потому что мне бы очень хотелось на память это всё запечатлеть. Здрасте. Выходи, посмотрим. Здрасте. Приветики. Если я думала, я не приеду. Да, конечно, я уже настроена. Ну всё, не расстраивайся, привет. 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 Это Маша. Привет. 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 Хороший! Ты как хоть собралась тогда? Вот так? Привет! Ты как? А ты-то чего не здоровайся? А я сообразить не могу. Лешка заходит. Привет, дед. Вот. Я говорю, а ты что? Внучку старцу привез. Я и сообразить не могу. Потом только до меня дошло. Как жизнь-то у тебя? Чайник-то ставь. Это я. Так. И это я. И вот это я. Вот это Лерка, вот это Надька. Многие воспоминания с детства связаны с ней. И это, наверное, самый светлый и добрый человек в моей жизни, на которого я равняюсь сейчас. Здрасте. Сто лет вообще тебя не видела. Да, она приехала на всех, на двоих, на вот этого. Не сладкая, не органула. Вообще кто-то как? Немножко показала и все. Красно так было. Господи, и сто лет не видела. Да какая была такая стала? Да? Только похашила еще. Посмотрела весь мир, да? Ну, пока не весь. Ну как? Ничего себе. Ну, наверное, только что в Южной Америке не была. Ну, в Южной еще не была, но много там. Мне бабуля только комментирует это самое. Маса там, масса туда вылетает, масса в самолете летит туда. Ё-моё. Очень скучаю. Редко ее вижу, очень скучаю. А, опять слезы. Ё-моё. Это что вообще такое? Охренеть. Пес подожди. Я пока не готова знакомиться. Подожди. Как его зовут? Ник. Привет, Ник. Блин, закрыл. Ник. Блин, я хочу с ним пообщаться, но, по-моему, он сильно не хочет этого. В Ленинграде, когда она жила в Санкт-Петербурге, мы виделись немножко почаще. Ну, а теперь, конечно, вот когда перебралась в Москву, потяжелее стало. Ну что, в общем-то, такое замечательное место, деревня, где я провела практически все свое детство. У бабули, с моими младшими сестрами. Они на тот момент были еще совсем крошки. И мы вот здесь тусовались, ходили на речку, гоняли кур. В общем-то, очень теплые, такие классные воспоминания у меня связаны с моей малой родиной. Но, тем не менее, что я хочу сказать в заключении вообще всего этого. Когда я была в подростковом возрасте, я понимала, что мир не ограничивается череповцом и вот этим местом. И мне всегда хотелось чего-то большего. Хотелось посмотреть мир, хотела зарабатывать много денег для того, чтобы жить в комфорте и в достатке. помогать семье. И, собственно, из-за этого я уехала жить сначала в Питер. Как вы помните, поступила в университет. Но на третьем курсе я поняла, что, вероятнее всего, диплом технического университета по жизни мне ничего не даст. И я решила получать второе образование. Пошла на фитнес-тренера и попала в ту сферу, которая мне действительно нравилась. Потому что спортом я болела. Я очень сильно кайфовала от всего этого. И, собственно, начала зарабатывать в этой сфере. Я стала профессионалом всего дела, что очень важно. Там уже за моей карьерой вы следили. И знаете, где я сейчас? Зарабатываю достаточно хорошо. Жизнь у меня очень интересная, разнообразная и насыщенная. К чему я это все? Обязательно стремитесь всегда к чему-то большему. Думайте о том, что нет совершенно никаких ограничений. Вот чего бы вы не захотели, в этом мире доступно абсолютно все, если вы действительно искренне этого хотите, если вы готовы работать, вкладывать туда свои усилия. Плюс ко всему, абсолютно всем, кто смотрит сейчас этот ролик и думает о том, куда пойти, обязательно всегда слушайте свое сердце. И выбирайте то дело, которое вам действительно нравится. Потому что если вы любите свою работу, вы точно в этой сфере станете профессионалом, вы точно добьетесь успеха, вы будете хорошо зарабатывать, будете развиваться и идти по карьерной лестнице. Плюс ко всему, когда вы работаете на той работе, которая вам искренне нравится, как говорил Конфуций, найди работу своей мечты, ты не будешь работать абсолютно ни одного дня. Вот это то, чем я занимаюсь. То есть вроде бы я работаю 24 на 7, постоянно в каких-то разъездах съемках, но я не чувствую вот этого бремени. Знаете, я пошла на работу, отработала, у меня выходной. Нет, я все время в процессе, я абсолютно от всего, что происходит в моей жизни, кайфую и получаю совершенно стопроцентное удовольствие. Поэтому, ребята, верьте в свою мечту. Абсолютно все доступно, абсолютно все реально. Главное, никогда не сдаваться и не опускать руки. У меня уже девочки, мои внучки, говорят, бабуля, ты у нас крутая, из интернета не вылезаешь. Вот полностью все слежу за Машей, где она поехала, куда она полетела, что, чем она занимается. Это все у меня на контроле. Абсолютно все на контроле. Я слежу очень, даже слежу и переживаю за нее. И рада очень за нее, за ее успехи. С дедушкой. Давай щитонечком. Не болей. Ой. Все, баню строй. Ты куда побежал вот так, красавица моя? Ну все, хорош. Котенька, молоденька. Боже, не лить. Ну-ка, успокоились оба. Все, хватит. Котенька. Все, не рыкайте. Я же не навсегда уезжаю. Так что все. Субтитры сделал DimaTorzok